Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 сентября. Я только что показывала в открытом грунте вот этот сорт, римский полосатый, который у меня новинка под номером 265. И сейчас я обещала вам показать, когда буду разрезать. Вот сейчас перед тем, как выпускать с них семена, я покажу вам на разрезе. И еще раз напомню тем, кто не знает, что это за сорт. Это вот такой вот плоды перцевидной формы. Он полтора метра, метр семьдесят, где-то примерно так. Обычно в один-два ствола его ведут. Обыкновенный такой, по своим характеристикам томат. Очень простой в уходе. У меня вот вырос в открытом грунте, но пишется в интернете, читала, что лучше, еще лучше он получается в теплице. И он у меня, как бы, я вот просят показывать одинаковые сорта. У него как будто бы сорт двойник, похож вот этот вот наш перцевидный полосатый. Но я уже на улице говорила, что эти просто чуть-чуть они удлиненнее, как немножко изящнее, больше пальчиковые. А эти ближе к перцевидным. Ну, расцветка у них почти одинаковая. Они оба красные, вот с такими желто-золотистыми полосками. Вот эти у меня немножко перевисели, переспели. И полоски, они как бы блекнут. А сначала, когда они молодые, они тоже вот такие вот прям серебристые-серебристые полоски. Сейчас я этого я уже резала, перцевидного полосатого. Сейчас вот этого разрежу, там вот, это римский полосатый. А, еще хотела сказать, смотрите, я заметила, что он при недостаточном вызревании, у него есть вот такое здесь светлое пятно у жопки. Но когда он окончательно начинает дозревать, все пятно пропадает, ничего там нет у него. Единственное, что их у меня сейчас уже вот поздно, уже осень, грызут слизни. Видите, что творится? Они, вероятно, мягкие, вкусные. Они их прям поедают. Посмотришь, везде. Вот такое у нас на разрезе. Конечно, это не тот бифтомат, но сейчас попробую. Пишут, что он очень вкусный. Но я его ела. Вот я говорю, что по своим характеристикам он обычный томат. Просто единственное, он чем отличается, вот такой вот расцветкой полосатенькой. Очень красивый, декоративный. Внутри никаких стерженьков, белых волокон, сгуска нет у него. И вкус у него хороший, сладкий. И он, сейчас скажите. И он, знаете, очень сочный. Есть вот такие, как суховатые. Вот, например, сейчас я рву эти. Казанова. Его разрезаешь. С него много сока нет. Он лучше идет, поэтому и для вяления, для запекания, для консервирования. А этот вот более сочный. Он прям сочный такой. Но все-таки мясистый и сочный. И я вот уже говорила, что читала. Так как он у меня новинка, вся информация пока что теоретическая. Я читала, что он хорошо очень идет для консервирования. Вот это я уже вижу по шкурке. Что шкурка такая плотная, что она даже сложно ее ножом прорезать. Плотная шкурочка говорит о том, что он будет хорошо храниться. И будет хорош в консервировании. Этим он тоже похож. Вот на этого. На перцевидного полосатого. Но этот меньше весом. У него вот этого самого наполнения томатного мяса немножко поменьше. А этот, смотрите, какие бачата лежат. Этот вес больше и он мясистее. Вот два очень похожих сорта. Номер 265 римский полосатый. И номер, какой он у нас? Сейчас посмотрю, подождите, я в каталоге. Не помню, 186, по-моему. Перцевидный полосатый. Два прекрасных томата. Этот аж весь сверкает. Все, до свидания. Это такой коротенький-коротенький ролик дегустации. Чтобы показать вам, что у него внутри. И поделиться своим мнением, какой он на вкус. Неошеломительно сладкий, но кислинки нет. Такой приятный сладкий томатный вкус. Сочный. Такой приятный сладкий. Продолжение следует...